Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро, слушатели. Радио Болтком в студии сегодня. Программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева. Звукорежиссер Евгений Копеин. Два Евгения. И в гостях у нас прекрасный Андрис Кейш. Спасибо, Андрис. В такую рань пришел на радио. Спасибо, что пригласила. Ну, я пригласила тебя на самом деле поговорить о театре. Так получилось, что в последнее время я обращаюсь к истории театра. Вот в прошлый раз у меня были актеры Рижского русского театра. Мы говорили о Михаиле Чехове, об истории, связанной с спектаклем «Ключи от магии». И я поняла, что это ужасно интересно сейчас поговорить о том, что вообще происходило в театре. Помимо того, что происходит. Потому что программа моя говорит о современном театре. И мы, конечно же, театр не может быть несовременным. Либо история театра, либо театра, который есть сейчас. Другого не бывает. Но я осенью посмотрела вашу премьеру в поисках... Игрока, да. Да, сложно сказать, да, что это же такое слово, которое можно переводить как угодно. Музыканты, игрока. По латышкам «спелмен». Это слово «спелменс», которое больше все-таки относится к искусству, не к азартной игре. Но при этом он туда же тоже относится. Нет, не очень. Потому что «спелменс». Это такая игра слов же, да? Да, да. Потому что это вот поэма Александра Чака, который «спелай», «спелмен» играет тот, который человек, который играет. Играет тот, кто играет. Да, играет тот, кто играет. А ни в коем случае не играй на свою игру, на свою жизнь или как-то на деньги или на что-то еще. Вот просто играй. Это только-только про духовное, скажем так. И вы поставили в вашем театре Новый Рижский театр, в котором ты уже служишь сколько лет? Уже, получается, 22. Доброе утро. Зачем я сюда пришел? Чтобы понять, что я уже не первой свежести. Нет, на самом деле, слушай, ну мы с тобой знакомы из этих 22. Ну очень, ну я тоже уже не... Почти все это время. Да, да, да. И я думаю о том, что это был важный для меня спектакль. Я могу тебе сказать почему и почему он мне очень понравился. Первым спектаклем примерно в таком формате, который мне очень понравился, это был разовый спектакль Кирилла Серебренникова во МХАТе, посвященный юбилею Станиславского, который назывался «Вне системы». Он был построен на документальных материалах, была специально написана пьеса. Играли, правда, не артисты, это был не репертуарный спектакль. Там был потрясающий кастинг. То есть помимо артистов МХАТа были приглашены еще разные личности и люди. Например, Чехова и Горького играли на видео люди. Угадай кто, два писателя современных. Чехов, Сорокин. Да, Сорокин, Пелевин. Горький, Прилепин. Прилепин. Тогда он еще играл в спектакле Кирилла Серебренникова. И, например, там балерина Дункан играла Илзелепа. То есть это прям вот такой был особенный спектакль. И при этом он был сделан с большим и уважением, и любовью, и юмором. Таким, знаешь, как бы оборачиваешься на свою историю и понимаешь, что в ней было все. И мне очень нравится этот подход, когда мы говорим о том, что важно, нужно и серьезно для нас. С каплей, не с каплей, а с большим чувством юмора. Потому что иначе можно впасть в какой-то адский пафос, и это становится скучным и неинтересным. Поэтому мне понравилось. Смешным, самое главное. Это гораздо смешнее, чем когда с юмором. Да, 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 да. Просто смеешься, зло смеешься над этим. Мне нравится тоже юмор. Это только, я думаю, что это вообще только единственный путь, как говорить про серьезные вещи. И в нашем театре все-таки это, как говорится, все время культивируется. Мы вчера, кстати, об этом говорили. Мы ездили в Ле-Па, там три часа на пути, и мы разговаривали с Санитром Ретчетином, который из другого театра. Сейчас уже вообще не из театра. И мы говорили про то, что мы все время смеемся все-таки. И самый лучший пример, конечно, поклевший нас. Покорность. Да, покорность. Все уже. Неважно. Видишь, я же подхватываю. Да, да, да. То есть Велбек, роман, который тоже очень серьезный роман, но мы пытаемся просто все время смеяться, находить юмор. И это сразу приближает. Потому что мы как-то говорим с этим юмором, что мы не до конца, наверное, все знаем. И это как-то зрителя делает мягкими. Он понимает, что он может и думать, как он хочет, что на сцене не самый умный человек, который вот скажет, вот я думаю, абсолютно верно. Вы сейчас должны понять, что я думаю. То, что этот рассказ происходит, скажем, зрителям в своем голове из-за юмора особенно. Мы сейчас возвращаемся к спектаклю о Смильдисе, о Петерсоне и о Чаке. То есть у вас три главных героя в этом спектакле. Это три главных человека, которые, в общем, повлияли на развитие латышского театра в 20 веке более всего, наверное. Смильдис более всего. Тот, который выиграет Эдуард Смильдис. Который в 20-е, в лихие, очень красивые, крутые, в крутое время для Латвии. Это 20-е годы 20 века. Он вернулся из совсем молодого Советского Союза и основал театр. Причем он хотел делать такую вот как бы сеть театров. Вот как сейчас там, не знаю, сеть там Риме или каких-то там других больших магазинов. Чтобы в каждой точке Латвии. Да, в каждой точке театра. Он такой вот, такая сеть, что была, не получилось у него, но получилось основать театр Дайлы, который долгие годы был очень хорошим и революционным театром. То есть всегда впереди пионерским театром. Но это же, он находился в том здании, в котором потом... В котором сейчас стоит пустым. В котором долгие годы работал ваш театр. Наш театр. Новый Рижский театр. И там, где на стене портрет как раз твоего героя, да? Да, да, да. Который Вия Артман говорила в этом портрете. Смильдис с таким... Он смотрит вверх, и приокрытый рот, и он как бы... Ему не хватает воздуха. И Вия Артман говорила, что это было всегда тогда, когда у него не хватало слов. И он как бы вот говорил, причем он говорил, и когда настал этот момент, когда нету слова, он так... Как бы задыхался. Ну, хватал за воздух и находил слово. Да, да, да. Смильдис очень-очень большая роль. Второе место, хорошее место в этом спектакле, это Петерсон, с которым очень много чего... Там же два Петерсона. Ну, старый, это он такой... Это же такая путаница немножко. Вы немножко играете в игру. Это его отец, Петер Петерсон, который был такой средненький драматург. Но вырастил. Да, но Петерс был вот именно про театр поэзии. Он был большой мастер, и он вот взял эту поэму Чака, и вот это самое главное вот такое столкновение Чака с театром. Потому что в остальном все-таки это были критики. И очень такая сложная жизнь у него была вот, когда Советский Союз настал, это было очень сложно для него. Он не мог это перенести и умер. Вообще, это очень тяжелая тема, на самом деле. И я очень много думаю о тех художниках, для которых стоял этот выбор, остаться и не принимая внутри, принять условия жизни и остаться со своим народом. Я вообще... Это очень большая тема. Жень, ты очень правильно поняла. Это очень важная тема, потому что если бы не остался... Это очень современная тема в России сейчас. И в Латвии. Что делать? Везде, везде. Что? Когда ты не можешь принимать, извини, когда ты не можешь принимать нынешнюю политическую систему, у тебя два пути. Либо ты внутри, либо ты начинаешь делать хотя бы что-то возможное, при этом принимая формально условия игры и входя в контакт с тем, с кем ты принципиально разнишься, по внутренним ощущениям. Либо ты покидаешь страну, и, в общем, это не самое лучшее для художника решение. Либо ты уходишь в подполье, но тогда ты никому, собственно, кроме себя не нужен. А в театре это невозможно. В театре ты завистишь людей. Да, да, да. Да, ну это, конечно, смелись. У него вообще очень сложная задача была, потому что он уже был руководителем театра. И началось уже, да, началось раньше, чем Советский Союз, потому что у нас же был Карл Сулманс, который тоже диктатор, и который, ну хотя он отпустил все долги. То есть он справился в экономической ситуации и помог Смельдису. Ну вот с другой стороны, ну был же Густав Жибалц и был Лео Луис Шмидц, который художник не должен дружить с властью. С властью, ни в коем случае, ни с одним политиком, ни с кем, вот Луис Шмидц и Густав Жибалц, ну смеялись все время. У них был такой сатиристический театр про политику, и вот Улманс закрыл это, но отпустил долги. Не знаю, спрашивал ли кто-нибудь его это делать, но я не знаю, быть счастливым над этим, про это или нет. Что вот руководитель страны, который вот диктатор, отпускает твои долги, ну странно. Но он тем самым, с одной стороны, тебя покупает. Да, но почему он отпускает? Ты кто такой? Я от тебя лично не задолжал, ты же не можешь отпустить это. Спроси вот тетку в Баалве или там интеллигентного мужчину в Вилгаве, хочет ли он отпустить эти долги. Да, это не твои деньги. Это не твои деньги, слушай. И вот это, там уже началось, но он как-то вот прошел через и Улман, и Советский Союз, и, ну он, конечно, он надеялся, что он остался. Вот это самое главное, он остался. И Петерс Петерсон остался, потому что там вот обстоятельства так сопали, что он остался, потому что он хотел уезжать. Его родня в Америке жила долгое время. Издали его, да? Да, да, он хотел уехать, но, слава Богу, он остался. Потому что тут, как вот, есть спорт и есть театр. Театр – это язык, и центр вселенной латышского языка – это Рига. Если ты будешь, если ты хочешь вот быть в центре, ты должен оставаться в Риге. Да, в центре своей культуры. Да, ну, латышского языка – это и есть культура. Потому что, ну, по-другому, у нас было, ну, немножко пафосно, может быть, но с Сергеем Юрским мы говорили, и он сказал такую фразу, что, ну, это просто здорово, что вы играете на своем языке. То есть он сказал, точнее, то, что вы играете на своем языке. Про 12 стульев. Да, набираете вот залы полные. 12 стульев до конца. Примерно, он говорил про стульев, но, например, вот «Игра игрок» – это на латышском языке, это латышские драматурги, это латышские жизненные истории, и зал полон латышей, и происходит на латышском. Это означает, что мы все-таки нации, понимаешь, мы нации. Если бы мы играли на английском, и про англичан от дома на кухне говорили на латышском, это уже было бы, ну, не знаю что. Притворство. Да, или нет, ну, вот язык моего деда, моего отца, говорю дома. Но если вот нету фильмов и театров на моем родном языке, то уже начинаешь сомневаться, ну, что это вообще, что мы такое за общество. А сейчас все вот, как говорится, цветет, и все здорово, так что мы нации. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я скажу телефоны прямого эфира. После нашего маленького перерыва можете звонить, задавать вопросы. У нас есть наушники, мы послушаем. 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9, 6, 7, 2, 13, 9, 3, 9. Прерваемся ненадолго, а потом будем продолжать говорить о спектакле Нового Рижского театра. С милиц провоцируется, да. С игровым названием и про героя Андриса Кейша Эдуарда Смилица. Провоцирует на пафос. Узнай больше via sms.lv via sms.lv Нам доверяют. Константин Райкин. Народный артист России. Режиссер. Четырежды лауреат «Золотой маски» приедет в Ригу с очень личным спектаклем. Самая любимая. Это высокая поэзия, пропущенная через сердце, воспоминания об отце, сомнениях в выборе профессии, упорном нежелании следовать семейным актерским традициям. Обо всем этом Райкин не рассказывает, а играет «Маленькие миниатюры». Уже 16 апреля в 19.00. Splendid Palace. Билеты на билишу сервис LV. Что делает меня счастливой? Ну, какая-нибудь новая, только купленная вещь для дома, лампа или стильный аксессуар. И я улыбаюсь. Что-то из мебели, и я уже радуюсь всей душой. Новый кофейный аппарат? Я пищу от восторга. Время больших покупок. Делай покупки в Спица Хоум с 13 по 15 марта и порадуй себя скидками до 50% на товары для хобби и интерьера, электронику, мебель, светильники и многое другое. Больше на Спица Хоум LV. Все об учебе за рубежом. 14 марта в Риге в отеле «Радисон» в Латвии самая популярная выставка зарубежного образования. Более 60 учебных заведений со всего мира. Средние школы, профессиональные колледжи и университеты, лучшие языковые школы и лагеря. Учеба в Европе, США, Канаде и других странах. Для школьников и взрослых. 14 марта с 10 до 17 часов в отеле «Радисон Блу Латвия». Вход бесплатный. Подробнее о выставке «Меридиан.лв». В марте в универмаге «Элкор Плаза» специальные цены на LG-телевизоры, стиральные машины и холодильники. Покупайте LG-технику и получите 5% кэшбэк. Телевизор LG с диагональю 55 дюймов за 429 евро и 21 евро кэшбэк. Стиральные машины от 339 евро и цены на холодильники от 599 евро. В марте скидки на всю LG-технику и 5% кэшбэк. В «Элкор Плаза» на «Приви Базгатве 201». Покупай также на «Элкор ЛВ». Мы знаем. Вы слушайте. Радио «Болтком». Возвращаемся в студию. Звоните 672-129-39, 672-139-39. Задавайте вопросы. В студии «Радио «Болтком»» актер Андрес Кейш. Андрес, ну ты же актер Нового Рижского театра, который работает в России. Это твой выбор. Это, я так понимаю, было непросто, потому что был когда-то период, когда в театр очень принял какую-то позицию вашего руководителя Алвиса Херманиса. И на гастроли в Россию театром вы не ездите. Но частные выезды... Сейчас уже поедем. Сейчас уже поедем. С долгой любовью. Какой-то есть не Москва, а какой-то российский город. Воронеж. На фестиваль в Воронеже. Да. Ну, не очень-то трудная позиция, потому что это позиция Алвиса, и Алвис никогда не настаивает на своем мнении. Например, Гуна выбрала тоже все-таки не ехать, играть в спектакли. Но мои предложения все-таки, ну, Андрей Звягинцев, например, они же как бы совсем не... Не встроены в систему. Ну, это сложно. И для тебя это важно? Да, да. Ну, да, конечно, потому что сценарии, ну, например, я читал сценарий, мне предлагали играть сценарий про Чернобыль, где я должен был играть американского шпиона, который сорганизовал эту катастрофу. Ну, там совсем больные, да, там совсем больные сценарии бывают. Но бывают и очень хорошие сценарии. Ну, хорошо, вот смотри, три года назад, да, твой опыт нелюбви, работа со Звягинцевым, работа в той компании, Каннский фестиваль. Да, да, да. Это, конечно, было, наверное, для тебя. Свобода. Нет, наверное, было здорово. Это свободные люди, причем они такие свободные, и там все так здорово, потому что мы там убегали от премьерного фуршета, который был на корабле, мы просто сидели в каком-то маленьком таком пабе, Канн с шампансками, фуа-грану. Это было очень здорово. Свой такой, да? Да, 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 абсолютно. И актеры, и вот этот, которая бабочка расстегнутая, и вот этот смокинг, это все было здорово. Но мне очень понравилась эта атмосфера, причем такая жесткая атмосфера, железное мышление там было со стороны Роднянского, который очень жестко, и смотрел, чтобы все было четко, по законам, чтобы все работало так, чтобы они были... То есть он отвечал за этот механизм создания... То есть и Андрей Петрович уже он был такой совсем свободный и просто творил. Это очень хорошее... Сочетание, да? Да. Такого продюсера и... Да, да, да. И потом уже я был, после этого я был, вот все, прошлой зимой я был тоже на очень-очень хорошем фильме, который я вообще не знал. В Латвии таких девчонок нет, девушек нет, которые вот такая есть... Ой, сейчас Саня обижает латвических девушек. Нет, 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 ну я скажу, она Ксения Зуева, такая есть режиссерка, она сделала только один фильм, называется «Близкий» и очень хороший фильм про российскую семью одну. Она сделала «Вмешательство», называется фильм. Вот она приходила на... Она режиссер, причем очень хороший, талантливый человек, приходила в костюме «Адидас» и вот такая немножко мата, но очень честная, дерзкая, честная, сильная, любящая и, не знаю, грубая. Там так много всяких черт характера вместе. Но очень искренне, да? Искренне, искренне, любящая такая девчонка, но это, ну, латыши все-таки, ну... Более сдержанные. Да, сдержанные, попонятнее, ну, как-то... Ну, она, ну, если ты кричи... Ну, есть дерзкие, кричащие латышские девушки, но они как-то и любовь, любви меньше. У нее было все очень... Есть до сих пор, все очень много. И вот сняли... У тебя опыт такой еще, да? Да, да, про любовь и смерть сняли фильм. Ну, надеешься, что еще что-то будет? Ну, я надеюсь, да. Я, конечно, надеюсь, потому что там замечательный актер, и это опыт, потому что я... И с другой стороны, я понимаю, что латышский зритель... Я очень люблю зрителей, я надеюсь, что зрители меня тоже любят, но театр одно дело, когда ты приходишь, и причем новый реческий театр, когда ты меняешься, когда ты перевоплощаешься. Кино все-таки, ну, если ты в каждом фильме, это уже, ну, подсмеиваться надо мной. Я уже так стараюсь... Здесь, в Латвии, это, конечно, в латышском производстве. Как фильм, так, ну, уже последняя Спалманина акция, то есть, ну... Пошутили. Да, пошутили, но я думал, ну, спаси бред. Как бы мой выбор был. Если бы вам бы предлагали, вы бы отказались. Так что, нет-нет-нет. Скажи мне, пожалуйста, если мы говорим про историю, ведь у вас сейчас в театре еще, вот ты говорил, что вы вчера были в Лейпай, и ты поздно вернулись. Да, да. Со спектаклем, комиссия, заседание комиссии по расследованию истории. Не-не-не, с спектаклем Озеро Надежды. Вы были с Озером Надежды. Да, да, да. Но вы же вот заседание комиссии по расследованию истории тоже много возите. Да, да, мы были в Цесисе, и в Бейзек. Да, да, да. Я просто помню, что вы мне говорили, что вы играете. Как смотрят его в тех районах? Ну, по-разному, потому что самый просто замечательный зритель Цесис, он очень хороший зритель. И по-разному, потому что Лейпай, она как бы так известна тем, что зритель очень в себе, очень, ну, не набирает концерты, там, музыканты и так далее. Ну, зритель такой нудный немножко. Немножко тоже сдержанный, да? Да, да, сдержанный. Но вчера какая была публика. Озеро Надежды выиграли, да? Да, это просто было такое счастье. Мы там купались, счастье все, и зрители, и мы. А вот заседание комиссии по расследованию истории, которое вышло как раз год назад, в марте, да? Год уже спектакля. Это же документальная история, которую вы сами собирали в течение нескольких месяцев по реальным историям людей, связанными с доносительством в советское время. По их рассказам. По их рассказам. То есть, мы не знаем, как было на самом деле, но они рассказывают то, что они рассказывают. Ну, вот есть куратор КГБ, он рассказывает, что он делал. А где там правда, где мысль, он не может сказать. Или там агент рассказывает, почему вот он агент и так далее. Ну, ты не можешь. Они не дорассказывают, это мое такое ощущение, там, доказательства, конечно, нет, но есть такое ощущение, потому что это было удобно. Потому что в советское время мой покойный отец рассказывал, как у них был агент, вот, я в Елгаве жил, который вот дружили, все дружили с ним, потому что если ты попадаешь, там, например, в отрезвитель, это же в андроповское время, это было, ну, это было очень легко. Это было крестно теперь всегда. И сразу звонок этому агенту, он все, ну, организовывал, и как бы это было очень... То есть, они еще и помогали. Да, они помогали, они могли делать какие-то, там, неприятности, их всегда оправдывал этот куратор. Это было, ну, если ты вот не агент, не куратор, никто, если ты простой человек, это намного опаснее жить было, чем если ты агент или куратор, вообще не будем говорить. так что, ну, они рассказали то, что они рассказали, мы показали то, что они рассказали. То есть, это тоже такой, ну, как бы сказать, нельзя говорить о том, что это реальность, то, что вы рассказываете. Да, конечно. Это реальность, преломленная участниками, преломление их, да? Да, ну, мы, конечно, и брали эти рассказы, которые очень такие жестокие, про КГБ и так далее, но как-то, как-то очень странно получалось, что это, ну, не работает. Уже больше не работает, что вот есть такой вот с кровавыми руками, там, полковник КГБ, который там изнасилует женщину. Все наелись этого, это было, конечно, но все наелись это и закрывается, как бы, и ты не можешь там юмор найти. И в связи с этим, там появляется этот пафос, про что мы говорили в начале. Ну, мне кажется, что, мне кажется, что когда, ты говоришь отстраненно, не пытаясь нагрузить какую-то историю своим вот этим вот трагическим пониманием трагического внутри нее, то она, может быть, даже еще сильнее бьет. Когда ты более спокойный или даже, может быть, с каким-то долей, долей, какой-то отстранения и через юмор про это рассказываешь. Когда ты вроде смотришь, тебе смешно, что происходит, но когда ты осознаешь, что происходит, от этого становится очень страшно. Да, но он спектакль второго дня, то есть ты просматриваешь, смеешься, потом на следующий день возвращаешься в спектакль, но мы очень много получаем упреков, что мы являемся адвокатом КГБ, ну, что поделать, это наш ход, давайте свой ход. Мне кажется, что, ну, знаешь как, очень трудно отказаться от серьезного отношения к истории. И на самом деле и не нужно от него отказываться, но умение взглянуть на эту историю с другой стороны и найти в ней какие-то другие вещи и показать трагические даже вещи не через усугубление этой трагедии, а через вот какую-то другую форму. Это очень хорошо. Мне, кстати, в прошлом году, когда я посмотрела ваш спектакль, тогда эту премьеру, буквально через какое-то время меня позвала Лена Шмукстая на свой спектакль «Театр ощущений» где-то с завязанными глазами, где она совершенно иначе рассказывает тоже историю, собственно говоря, примерно такую же, когда семья просто была разрушена за книги, которые они хранили. И это как-то так совпало для меня, я помню, Олене сказала, «Лена, ты как бы такая маленькая вторая часть этого огромного спектакля в Театре». Прямо такая диалогия получилась вдруг в прошлом году. А можно мы еще вернемся к истории латышского театра «Театр»? С радостью, с радостью. Тебе было не страшно за это браться? Это же режиссер Гаттис Шмидтс. Он, Гаттис Шмидтс, между прочим, внук Луи Шмидта. Расскажи. Да, вот Луи Шмидта, который я рассказывал про то, который немножко там высмеивал политиков. И Гаттис, этот, игра-игрок, этот спектакль, легендарный спектакль, который был в Тюзе латышском, играли, они до независимости, но долгие годы, почти 20 лет играли, его бабушка Гаттиса играла в этом спектакле, он много видел этот спектакль. И он, конечно, больше не из-за Смельгиса, именно из-за спектакля «Игра-игрок», потому что те люди, которые видели этот спектакль, они это не могут забыть, и для многих это самый любимый спектакль. Но мне Гондар Сабельнич рассказывал, который там был ребенком кого-то, играл. Да, да. Маленький еще. Ну да, это же Тюз, его родители. Где его родители были. Да, да, да. И просто это такой, как бы сказать, поклон своим родителям, не только в смысле реальных родителей, да, ваш спектакль, а тем, кто до вас делал этот театр, да, внести. Да, да, и вообще театр, потому что вот Смельгис, он, он, конечно, был такой очень странный человек, и он был легендарный и очень таинственный. Из-за этого, ну, трудно, трудно его понять, его легко пародировать, но трудно его понять. Но те вещи, которые он говорил насчет театра, ну, например, мое самое любимое место, где он говорит про то, что актерствовать, как говорит он, актерствовать должны все. Это очень важно. Ну, актеры это понимают, что если, вот, например, гример, который актерствует, с тобой, который вот понимает, что он вот грустный человек, ему очень больно, и так вот помогает, ну, вот на лицо, там, кладет краску, именно так как-то, или там прическу, именно так, потому что трудно, или там вот волосы висят, потому что у нее жизнь трудная, или как-то вверх, потому что хороший. И он, и Смельгис говорил, самый главный актер должен быть в спектакле, зритель. И это такой сильный, сильная такая цитата, который я говорю, который мы положили в спектакле, это такой момент, когда я говорю, что вот зритель должен актерствовать, не должен, а если зритель актерствует вместе с актером, тогда спектакль расцветает. И я чувствую эту волну зрительскую, это просто, это Смельгис, и для него все было театр. И это вот именно из-за этого, это здорово, потому что у него не было лета, он летом перестраивал театр, он все время работал, он был вот театр, 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 все остальное фигня, дети, семья, ну хорошо, там что-то есть, но главное театр, театр, театр. Вот этот вопрос, который мы тут недавно тоже обсуждали в студии, когда говорят, зачем государство должно давать художнику деньги? Ну и вообще должно ли? Типа, зачем оно кормит художника? Я говорю, нет, оно не кормит художника, оно кормит искусство, потому что ни один художник настоящий никогда не возьмет эти деньги себе, он его пустит в работу, в свою, потому что мне как раз понравился этот ваш спектакль, именно этим я вышла с ощущением, вот то, что ты сейчас сказал, о том, что для этих людей, для героев спектакля, ничего кроме театра не существует. Я встречала в своей жизни много таких людей, и я до сих пор не перестаю удивляться некоторым директорам театров, знаешь, руководителям театров, которые действительно, их жизнь, их любовь, все, что в их жизни происходит, все направлено на вот это. Знаешь как, вот в латышской вообще культуре есть Оя Арвациец, который поэт, который умер из-за стихов в латышском языке, на латышском языке, понимаешь, ну вот есть такие люди, которые как бы вот, это очень трогательно, потому что Смельниц, он вот так, он прожил все-таки почти, ну до 80 лет, ну до 80 лет, а Оя Арвациец прожил до 50. Вот почему государство должно вот содержать вот этих самых художников, потому что они жизни отдают, и свои нервы, и все. Ну, в латыш, это, конечно, это апогеи вообще, это не будет. Я как, я сейчас очень много интересуюсь им, и как человек, ну поэзия, это вообще, это очень страшная вещь, потому что ты должен в себе копаться, все-таки театр, это, понимаешь, там, это здоровье, из-за того, что нет, не в себе, ты делаешь роли, и вот ты думаешь про другого человека, когда делаешь роль, и если там что-то интересное, ты понимаешь о себе тоже что-то, а стихи, ты же должен себя все время в себе искать, в себе, про себя, что-то такое. Но стихи пишут люди, у которых так много в себе, что они могут этим делиться. Да, 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 да. Там вообще один умер из-за этого. Делился и делился. Да, делился, так, 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 так делился, так интенсивно, что в 50 просто умер. Скажи мне, есть еще такой вопрос. У вас три героя-мужчины, и даже вы там на афише. И одна героиня. Ну, не одна, у вас там много прекрасных женщин вокруг вас. Да. И этот хоровод женский, на самом деле, да, который крутится, и это тоже очень интересно, потому что женщины не могут как бы пройти мимо такой силы любви к театру, рассчитывая на кусочек этой любви к себе, но не получая, называется. На время, на время все. Но все равно твой герой возвращается. Мне ужасно нравится эта история, что у твоего героя это место, которое его жизнь, где там параллельно он решает вопросы как бы быта, отношения с женщинами, денег, выживание театра, а параллельно гримируется к спектаклю. И это так прекрасно, что вот у него это неразрывно, у твоего героя. Да, 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 да. Что-то я хотел. А, нет, ну, Смилис, он же, там есть такая фэлицит, эртнер, которая помогала ему спектакль делать. Он же гений, ему не хватает, он просто вот... На маленькие вещи его не хватает. А, ты туда иди, ты падай на землю, ты подпрыгивайся, оставайся в воздухе. И она... Да, 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 он давай, ну вот как-то, можешь помедленнее падать, то есть спрыгивать, да. А и фэллицит, это как бы все структузировало. Элли Токлявини. И Петерсон, между прочим, то же самое делал, потому что вот последний спектакль, который был оптимистической трагедии, Смельгиса, который он инсценировал, как бы вот с большими мошками, или как это... И Петерсон, он работал, делал эту черную, эту трудную работу, которая не черную, а эту... Разбор, собственно. Да, разбор с актерами. Да, да, да. А вот Смельгис ставил вот это, чтобы спектакль был красивый, гениальный, какой-то особый, это делал Смельгис, а про остальное заботился Петерсон. У него образовалось такое ощущение, что он самый главный, который работает над этим. Петерсон? Да, да, потому что Смельгис приходил на 2-3 репетиции и уходил. А Петерсон ставил как шахматы. Ты падай, ты туда, все, так, и все красиво. А Петерсон делал другую работу. Но на самом деле в театре это ужасно важно, потому что я же начинал работу у Ефремова, у Олега Николаевича, и тогда у него уже работало, у него было несколько вторых режиссеров. Это были очень интересные умные люди, но они были вторыми. И это, конечно, очень тяжело, но без них тех спектаклей, которые делал Ефремов, тоже не было бы. Да, да, да. Потому что ему тоже он мыслил какими-то другими категориями уже в том времени. Он мыслил бы масштабами. А вот разбор текста, почему это так, почему надо что-то делать, это этим занимались вот вторые-вторые режиссеры, ассистенты режиссеров. И мне повезло в моей жизни, я еще застала Розу Абрамовну Сироту. Это легендарный режиссер, который работал еще с Товстоноговым. Вот тоже, который делал все большими-крупными мазками. А вот эти все разборки, все нюансы, все отношения актерские, разбор текста, почему это так, а почему по-другому, дело Роза Абрамовна. И это прям вот мне кажется то, чего не хватает театру сейчас, большому театру. Вот этих самоотверженных людей на вторых, как будто бы вторых ролях, но без которых это все не существует. В нашем театре повезло, что вот есть коллеги, что мы в принципе эту работу делаем между собой. Друг другу помогаем. Друг другу помогаем. Как бы непонятно, что вот коллега делает и давай разбирать это. Там какой-то момент, вот я не понимаю, давайте разбирать, давайте понять, где ошибка. И это через вот эти 22 года мы все время так работали, это просто, это огромное счастье. Если мы говорим про комиссию исследования истории, ну, я так давно не чувствовал такого счастья творения именно вот с Каспаром, с Виллесом, с Гуна, это просто ты одеваешься на этюд, который мы будем снимать, такой системы была, ты снимаешь и потом показываешь режиссеру, и он говорит, хорошо, плохо. и мы приготавливаем скинтюду и одновременно думаем про текст, который будем говорить друг через друга, не перебивая, ну, как-то такой механизм это было, что просто даже мурашки по коже, потому что это вот, это результаты этих 22 лет, что-то этом очень важное, то, что говорит, что нужно это помочь, что один ставит, и он не должен мелочиться. Ну да, он должен видеть целиком. он просто вот должен как-то вот делать по-большому и целиком. Скажи, пожалуйста, это же вечная история тоже театрального обсуждения, что важнее для артиста? Работа в постоянном коллективе, в репертуарном театре, где все друг друга знают, где вы уже там чувствуете друг друга с пол, с пол движения пальца, с разговоров, там, да, вот этот репертуарный театр, который собирает эту труппу, или же новое дыхание свежее, свобода, независимость, возможность работы в разных театрах, это, это же все время об этом говорят, что, как, как должен развиваться театр? Такие две структуры существования. Я не знаю, я не могу ответить, так что, но нету формулы, в искусстве нету формулы, нам повезло просто, что мы такая компания, я думаю, что мы должны оставаться вместе, должны делать спектакли, это, ну, мы должны это делать. С другой стороны, например, на площадке, где тебя никто не знает, это тоже здорово, на киноплощадке, где просто приходит какой-то оператор, который тебя видит в первый раз в жизни, говорит, давай, ты иди сюда, стой там, и это сразу как-то ты должен доказывать заново все, это очень важно, но достичь такую высоту, как вот через десятилетие вместе работать, понимать друг друга с полуслова, это, ну, начинается, как говорится, начинается игра, сразу там уже все правила мы знаем, и мы начинаем уже на очень высоком уровне, очень интенсивно играть, делая спектакли. Это ценность, которая у вас есть? Да, да, потому что там, ну, так редко, потому что это, театр в Латвии, вот, например, если смотреть на Россию, актеры, которые замечательные актеры, они все-таки на площадках больше, на киноплощадках, потому что там заработок больше, и интересно, и все, в театрах меньше, и из-за этого, не знаю, но мне, не знаю, но у меня ощущение, что немножко слабее театр российский, нету такого? Я не думаю. Нет? Я думаю, что просто, как сказать, вообще мы находимся на какой-то смене существования и финансовой, как бы, структуры, и поддержки государства, взаимоотношения, и перестройки ролей, и вообще всего, да, но я думаю, что это немножко как-то сдвинется, повернется, и опять найдет свое место. Может быть, я говорю из-за того, что я мало все-таки что видел, я все-таки, потому что я на съемках, и вот только и так. Но, а тебе никогда не хотелось попробовать себя в каком-то независимом театральном проекте? Знаешь, это один занятый вечер, это самое главное, почему я не участвую в театральных проектах, не Новый Рижский театр, потому что бывают, потому что бывают вот кинопредложения, и ты не можешь просто ехать сниматься, потому что много спектаклей. Я работал во всех театрах, кроме Дайлас театра в своей жизни. Ты уходил, пробовал отдельные роли играть, да? Да, я работал в Новом Рижском, и я вот там три роли сделал в русском театре, три роли в национальном театре, там в независимый проект был один, но вот в независимых театрах нет, я не делал, не делал ничего. Я встречаюсь с артистами вот на площадках, на киноплощадках, с артистами, которые не артисты Нового Рижского театра, я там встречаюсь. Но я, ну, именно из-за этого, что мне очень нравится сниматься, причем это, чем дольше ты снимаешься, тем ты понимаешь, как это легко по сравнению с театром, потому что тебе говорят, давай возьмем еще раз. Или там, да, да, здорово, давай. Или там, дать подщечину какую-то перед сложной, сложной сценой, и ты уже накрученный, накачанный такой играешь. Театр — это как, когда, как, когда. Такие, такие разные бывают спектакли, такие из-за зрителя. Зритель так много чего делает. Ты, может быть, на, я помню, у меня был спектакль «Мой бедный Марат», где сидел перед спектаклем с опущенным, извиняюсь, штанами, чтобы переодеться, что-то полчаса. Я ненавидел все. Я думал, блин, зачем этот спектакль сегодня вечером? Блин, как не хочется. Но вы же долго его играли. И я что-то за три часа должны играть. Я думал, ну, блин, почему, почему так? И вышли на сцену, и случилось что-то такое, что я, я не могу объяснить, что это было. Это был абсолютный космос. Это было невозможно. Это было так, это было, что-то несло нас, нас всех, и зрителей, только сто зрителей было в старом театре, в малом зале, Марат был. Разве не было? На большом, на малом, и он просто из-за, да. Я на большую сцену смотрела, один из последних спектаклей. Ремонт был из-за этого в малом. И нас так несло всех, и все были такие счастливы, так счастливы все были. И там вот standing ovations был, и это очень для латыша, который два метра от тебя стоит. Встать, ну, хорошо один раз поаплодировать, но они не отпускали нас. Вот такой, какой-то... Ну, это был удивительный спектакль, несмотря на вроде какую-то такую очень советскую пьесу, он был такой, я помню его, как он мне... Знаешь, и причем там про, да, там про идеалы, как странно, знаешь, вот сейчас я ему... Про тот самый пафос? Да, да, пафос это... Ну, как-то так честно. но мы играли, как, ну, самую главную сцену, опять-таки, Новый Иридский театр, самое главное, что ты достиг, вот такое, например, предложение, но мы играли, что мы совсем пьяны. Да, да, да. Это когда пьян, ты говоришь, что мы... Да, что мы делаем, ты не боишься этого пафоса, это сразу как-то... Я помню. ...приземляется, да, да, да. Ну что, я хочу тебе сказать огромное спасибо, спасибо вам, наши слушатели, слушайте нас потом на подкастах, советуйте друзьям, в следующий четверг будет еще программа, но она будет в записи, я думаю, мы что-нибудь придумаем хорошее для вас. Спасибо, Евгений, за то, что были с нами. Ходите в театр, в театре бывает смешно, бывает про идеалы, бывает возвышенно, романтично, бывает трагично, и вообще театр зависит от зрителя не меньше, чем от актера.